Очень часто мы находимся в ситуациях, когда различные обстоятельства могут оказывать влияние на наши эмоции и нагружать наш организм лишним стрессом. Расставание с любимым человеком, увольнение с работы, оскорбление от кого-то, волнение перед собеседованием, различные неудачи в жизни и любые другие ситуации, которые выбивают нас из состояния комфорта. И в поисках решений в интернете мы натыкаемся на советы различных экспертов, которые предлагают чудодейственные методы. Йога, медитация, диетокс, витамины, антидепрессанты или, что хуже, различные заговоры. Да, все это замечательно и наверняка есть какая-то польза. Но как действовать здесь и сейчас, когда тебя захлёстывают эмоции? Очень часто мы хотим не только сохранять самообладание внутри, но и внешне не показывать это и демонстрировать свою уверенность и непреклонность ни перед какими обстоятельствами. Ведь окружающие могут это расценить как слабость и использовать в своих целях. Ребром встаёт вопрос, как погасить не только внутренние признаки эмоций, но и внешние. И в каких ситуациях стресс может принести пользу. Досмотрев выпуск до конца, вы узнаете, как научиться контролировать свои эмоции и выходить из напряжённых ситуаций с максимальной выгодой для себя, используя всего лишь одну простую технику. Сегодня в выпуске я поделюсь способом, который будет требовать высокого уровня визуализации мыслей и образов. А книги это вызывает куда лучше фильма. Поэтому я люблю читать книги, в которых интригует не только сюжет, но и которые поднимают философские темы. Они заставляют меня рассуждать. Поэтому я хочу вам порекомендовать книгу дурама 11 писателя Бартоломея Соло, которая является сложным по структуре романом, в который переплетается сразу несколько, казалось бы, несовместимых жанров, где помимо основной сюжетной линии поднимаются сложные философские темы, актуальные в сегодняшних реалиях. Большой простор для анализа и личных рассуждений, поэтому я очень советую эту книгу к прочтению, особенно учитывая то, что она находится в бесплатном доступе. Ссылку на ее скачивание вы найдете в описании под видео. Работа над эмоциями и стрессом – это один из тех вопросов, к которому стоит подходить методично. И для того, чтобы точно получилось брать над собой контроль, нужно знать основы возникновения стресса. Итак, стресс – это напряжение, которое возникает при появлении угрожающих или неприятных факторов в жизненных ситуациях. У человека, как и у любого живого существа на Земле, стресс представляет собой набор стереотипных реакций, подготавливающих организм к физической активности, к сопротивлению, борьбе или бегству. При стрессе в кровь начинают выделяться определенные гормоны, изменяется режим работы органов и систем организма, учащается ритм сокращения сердца, повышается свертываемость крови, мобилизуются мышцы, организм готовится справиться с опасностью или приспособиться к ней. В этом и есть основное назначение стресса. Факторы, вызывающие стресс, называют стрессорами. Их подразделяют на физиологические и психологические стрессоры. К первым относятся болевые воздействия, интенсивная физическая нагрузка, экстремальные температуры. К психологическим же можно отнести необходимость принятия сложного решения, высокую ответственность, чувство вины, обиду, конфликт. И в этом видео я сделаю акцент именно на психологическом стрессе. Как я уже сказал, стресс можно превратить в положительный ресурс. Чтобы понять, как это сделать, нужно разобраться в следующем. Ученые выделяют в стрессе три периода. Первый – кратковременная мобилизация. Организм включает подготовленную заранее программу реагирования, активизируя при этом весь свой потенциал для решения конкретной проблемы. В этот период мы чувствуем неожиданный прилив сил или, к примеру, повышенную работоспособность, которая вызвана повышением уровня адреналина в крови. В качестве примера можно привести бегуна на финальном этапе дистанции, когда он осознает, что соперник догоняет его. И благодаря стрессу организм неожиданно для человека может найти последние, аккумулированные где-то в глубине самого организма силы, чтобы сделать еще один рывок и вырвать победу. Если организм понимает, что поднятую по тревоге защитную активность нужно продлить еще на какое-то время, начинается второй период развития стресса – запуск программы перестройки под новые экстремальные условия. В это время часто появляются болезненные состояния со снижением работоспособности. Для ее сохранения может помочь только высокий уровень мотивации к достижении цели или крепкая самодисциплина. У здоровых, не переутомленных людей с хорошим уровнем мотивации в этот период может развиться сверхмобилизация ресурсов организма. Она помогает осознать свои реальные возможности и добиться гораздо более впечатляющих результатов, чем работа в спокойном режиме. Хорошим примером такой сверхмобилизации может быть дипломная работа, написанная студентом последнюю ночь, или проект, большая часть которого сделана за пару дней до дедлайна. Но как этого достичь, мы разберемся дальше. Наконец, третий период развития стресса – период неустойчивой адаптации к новым условиям. Организм не может находиться в состоянии острого стресса вечно, поэтому либо стрессовая ситуация меняется, либо человек постепенно адаптируется к ней. Например, попадание в тюрьму, болезнь, расставание или смерть близкого человека является стрессовыми факторами, которые невозможно изменить. Поэтому логическим выходом является адаптация. Как мы уже узнали, биологическое назначение стресса – это подготовка организма к борьбе или бегству, то есть кратковременная активизация всех доступных для этого ресурсов. Но в современной жизни чаще всего нет ни места борьбе, ни бегству в прямом смысле этого слова. Цивилизованный человек не может ударить своего оппонента, даже если он абсолютно уверен в своей правоте. Поэтому психологический стресс часто не выплескивается наружу, а накапливается внутри и затягивается на долгое время. В следствии чего это негативно отражается на самом нашем организме, снижая функцию многих жизненно важных органов и в том числе развивая раковые клетки. Так почему же в одних случаях стресс открывает нам новые возможности и дает прилив сил, а в других действует на организм губительно? Это происходит потому, что мы по-разному реагируем на него. Ведь стресс – это не то, что с вами случилось, а то, как вы это воспринимаете. Запомните, это очень важно для осознания одной из техник. Существуют две основные реакции человека на стресс. Реакция стремления к цели, в дальнейшем мы будем называть ее мотивацией действовать, реакция угрозы или же, как мы будем называть, пассивность. Когда мы находимся на спортивном соревновании, перед публикой или на экзамене, идеальная стрессовая реакция будет та, что дает нам энергию, сосредоточенность и смелость. Это реакция стремления к цели, то есть мотивация действовать. Благодаря ей мы получаем нужную мотивацию и доступ к внутренним умственным и физическим ресурсам, помогающим достичь успеха. Небольшое количество стресса выбрасывает нам в организм определенные гормоны, с помощью которых он усиливает свои физические и когнитивные возможности. Но временами случается так, что стресс запускает нас в ту самую животную реакцию замирания или бегства, то есть реакцию угрозы, которую мы назвали пассивность. Ее отличие в том, что она в первую очередь обеспечивает нам самозащиту, а не успех. Мы тратим на возникшее переживание всю энергию, которую дает нам организм, а не преобразуем ее в действие, тем самым используя как топливо. Поэтому если мы не трансформируем и не выпустим наружу в виде какого-либо действия, это небольшое количество гормонов, которое изначально вырабатывалось в нашем организме, то их станет еще больше и они пагубно повлияют на наши когнитивные и физические возможности. При мотивации действовать мы можем ощущать некоторую нервозность. Однако при этом мы возбуждены энергично и полны энтузиазма. Наша главная цель не избежать вреда для себя, а добиться того, чего мы хотим. Результатом исследования эта реакция дает лучший результат во время деятельности в трудных условиях и при этом не приводит к сердечно-сосудистым нарушениям. Здесь напрашивается очевидный вывод о том, что в большинстве стрессовых ситуаций в жизни мы должны стремиться к мотивации действовать, вместо пассивности. И поняв, как действует механизм, мы понимаем, что превращая стресс в своего рода психофизическое топливо, мы и снижаем уровень негативного воздействия эмоций на нас, потому что траты гормонов стресса сразу израсходуются, а не продолжают копиться в нашем организме. На словах это кажется проще, чем на практике, поэтому я постараюсь упростить вам усвоение этой тактики следующим образом. Недавно я познакомился с игрой Detroit – стать человеком, где основной элемент игрового процесса стоит в выборе того или иного действия, после которого меняется настроение и исход игры от выбранного пункта. И для удобства использования предложенного мной метода, для верного выбора реакции, я предлагаю вам интегрировать в свое подсознание похожий элемент интерактивы, который будет возникать в моментах стресса. Когда вы будете чувствовать возникающее чувство стресса, которое проявляется в очищенном сердцебиении, повышенном потоотделении, частном дыхании, может быть даже в чувстве тошноты, в пересохшем горле, то перед вами будет стоять выбор – мотивация действовать или бежать, что значит проявить пассивность. Давайте представим, что вам завтра нужно подготовить какое-либо задание на учебу или работу, которое вызывает у вас высокое чувство ответственности, и вас начинает захлёстывать эмоциями. И тут возникает выбор. Вы можете выбрать пассивность, начиная переживать, говорить, что у вас ничего не получится, бояться завтрашнего дня и тратить когнитивные ресурсы и начать копить гормоны стресса внутри. Либо выбрать мотивацию действовать, при этом сразу тратить все те гормоны, что поступает в ваш организм на конкретные действия, то есть искать информацию, начать делать хоть что-то по вашему заданию. А в дальнейшем повышенные ресурсы вашего мозга в этот момент начнут выдавать вам больше возможностей для решения данной ситуации. Прямо сейчас, во время просмотра этого выпуска, постарайтесь интегрировать этот стрессовый интерактив в свое подсознание. Ведь дальше нам понадобится его улучшать и снабжать новыми функциями. Безусловно, в этом необходима практика и тренировка, чтобы понимать, как действовать в подобных моментах. И она у вас будет. Чтобы вы смогли улучшать и развивать свой стрессовый интерактив, я подготовил для вас особенные задания. В моем инстаграме, помимо упражнений по распознаванию эмоций, теперь вы также сможете найти упражнение на тренировку по стрессу. Я буду размещать задания с выборами ответа, как себя повести в ту или иную ситуацию для максимальной эффективности и траты когнитивных ресурсов. После чего вы будете давать свои ответы, и я буду делать разбор этой ситуации. Вы также сможете прислать мне свои ситуации, с которыми сталкиваетесь в жизни, и на основе их я буду формировать эти задания. Переходите по ссылке в описании, там вас уже ждут несколько таких интерактивов. А пока продолжим выпуск. Бывают ситуации, когда мы не можем аргументировать для себя выбор мотивации действовать. Как это сделать? Первое, что нам нужно, это ликвидировать проблему, которая вызвала стресс. Конечно, вы смело можете возродить, ведь это не всегда в наших силах. И это будет справедливо. Но, как мы уже выяснили, наше отношение к стрессу возникает от того, как мы это воспринимаем. Поэтому, если у вас не получается ликвидировать проблему, то есть второй способ. Постараться облегчить ее воздействие на вашу жизнь и подсознание, снизив значимость этой проблемы, поменяв свою точку зрения на нее. В обмане подсознания поможет, казалось бы, банальный, но действенный метод, который основан на когнитивной переоценке. Он заключается в замене разрушительных, то есть деструктивных мыслей и убеждений на конструктивные, позитивные. Все верно, вам не показалось. Вам стоит искать во всех ситуациях что-то положительное и верить в это на 100%. Иначе ваш мозг быстро раскусит этот самообман и стресс снизить не получится. Представим ситуацию, что после выступления перед большой аудиторией, либо проигрыша в бою, вы чувствуете подавленность и возникший стресс. При выборе в своем стрессовом интерактиве пассивность, вы можете тратить те ресурсы на то, чтобы говорить, что как все было плохо, теперь все будут к вам плохо относиться и искать разные причины негатива. В итоге вы с меньшей вероятностью пойдете туда и выступите еще раз. Или еще хуже сформируете негативный образ и будете впредь избегать таких ситуаций. Но можно выбрать вариант мотивации действовать, в дополнение с когнитивной переоценкой, сказав себе, отлично, я получил опыт, это крутой опыт, на основе его я смогу проанализировать свои слабые стороны, улучшить их и сделать в следующий раз еще лучше. Каждое мое действие, удачное или неудачное, это ресурс, которым я работаю и который улучшаю. Этот метод лежит в основе контроля своих эмоций, прекращения первых этапов стресса, а также сокрытие внешних и внутренних признаков проявления эмоций. Первые разы может не получиться, но это не повод опускать руки, это повод в очередной раз выбрать мотивацию действовать. При постоянной такой практике вы сможете настроить свое подсознание на постоянную когнитивную переоценку и выбор мотивации действовать, которая будет давать вам сил и не допускать избыточных пребываний в состоянии стресса, улучшив свой не только психологический, но и физический потенциал. Безусловно, есть и другие методы работы со стрессом, такие как спокойствие, концентрация, применение спецпрепаратов и так далее, но они все используются при долгосрочном стрессе, а тот способ, о котором я рассказал, является базой, которая поможет решить проблему здесь и сейчас. Многие из вас часто задавались вопросом, а как скрывать внешние признаки стресса? Но в этой технике кроется и ответ. Если вы ждете советов, как контролировать свое поведение, и сдерживать внешние проявления стресса, то это относится к выбору пассивности, так как вы тратите свой ресурс не на решение проблемы, а на самоконтроле, тем самым не тратите поступающие ресурсы, а просто копите негатив внутри себя. Но для особо желающих, совет прост. Смотрите мои видео, где я говорю о признаках и невербальных сигналах стресса, идите от обратного, не допускайте их. Но профессиональный наблюдатель или специально обученная нейросеть, все равно заметят эти признаки самоконтроля. К слову о таких нейросетях, если интересно, может ли искусственный интеллект сегодня в 2019 году распознавать эмоции и читать поведение, то дайте об этом знать в комментариях, и я подготовлю об этом отдельный выпуск. Итак, сделаем краткое резюме по изученному в этом выпуске. Первое, что нужно сделать, это определить свое состояние в момент зарождения стресса, пока эмоции не захлестнули вас. Это можно проследить по вашим внутренним невербальным сигналам, которые выдает и вегетативно-нервная система. Пересыхание в горле, повышенное сердцебиение, потоотделение, ученое дыхание и так далее. Затем займитесь когнитивной переоценкой, заменяя негативные моменты на положительные. Таким образом вы обманете свой мозг. И совместно с этим сделайте выбор в сторону мотивации действовать, направив все возможные ресурсы организма в положительное русло для решения той или иной проблемы, чтобы пассивно не подастся вашим эмоциям, и суметь противостоять в этой ментальной битве с самим собой. Основная суть в этой простой функции – сделать так, чтобы вы управляли эмоциями, а не они управляли вами. С вами был Сергей Бубович. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в руках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Есть и другие способы бороться со стрессом. Вот, например, такой. Но он больше идет в долгосрочной перспективе, а мы все-таки нацелены на контроль стресса здесь и сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok